Интеграционные процессы строятся на определенных геополитических закономерностях. И в данной ситуации выигрыши окажутся те государства, которые смогут сформировать наиболее конкурентоспособную региональную интеграционную группу. Задача каждого государства заключается, с одной стороны, в том, чтобы войти в наиболее перспективные для своего развития интеграционных объединений, а с другой стороны, в соответствии с его успешным формированием и развитием. При этом следует отметить, что в процессе интеграции охватывает широкий спектр вопросов. В первую очередь, это военно-политические вопросы. В свете последних событий, особая озабоченность для наших стран вызывает вопрос обеспечения ядерной безопасности с содействием распространения ядерного оружия и технологий их доставки. Страны и вразы должны приложить все усилия для того, чтобы не допустить нового витка гонки вооружений и возникновения новой фазы холодной войны. Как отметил президент Республики Таджикистан Эмамали Рахмон на заседании глав государств и правительств, государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое состоялось в Душамбе 15 июня 2019 года, Таджикистан подчеркивает необходимость дальнейшего продвижения усилий по укреплению мира стабильности и безопасности в Европе и Азии, углублению многостороннего сотрудничества и реализации мер доверия в политические, военно-экономические и других областях. Главами государств Душамбе также было подчеркнуто, что международная региональная безопасность по-прежнему угрожает растущей масштабе терроризма, экстремизма, транснациональное организование преступности, незаконного оборота наркотиков и киберпреступности. Борьба с этими угрозами требует от всех государств евразийского пространства принятия безотлагательных совместных мер. Международный отчеркственный опыт по борьбе с терроризмом доказывает, что для достижения успеха в этом направлении необходимо осуществление комплекса законодательных и профилактических мер. Неутешительная и продолжающая военно-политическая обстановка в соседнем Афганистане, где еще расположились религиозные и экстремистические группы и тренировочные базы террористов и диверсантов, стала весьма чувствительной. С другой стороны, прибитие террористов так называемого исламского государства в Афганистане и осуществление ими различных видов транснациональных преступлений, в том числе незаконный оборот наркотических средств, трафик торговли оружием и его контрабанда, что является одним из источников финансирования преступных организаций, намного осложняет задачу. Также важную основу евразийской интеграции должна составлять вопрос развития экономики. В этой сфере необходимо поставить вопрос о формировании единих экономических свобод в сферах продвижения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, а также и других смежных областях. При этом следует подчеркнуть, что объединение наших стран не может носить узкоэкономический характер. Для повышения эффективности евразийского сотрудничества важно расширить сферы взаимодействия всех государств за счет гуманитарного, информационного, культурного, научно-технического сотрудничества, а также в сферах экологии и образования. В заключении своего выступления хочу еще раз поблагодарить хозяев за гостеприимство, а вас за внимание и стремление развивать межпарламентские сотрудничества по благо наших народов и стран. Также особенно хочется поблагодарить от имени делегации Таджикистана, инициатору идеи создания Большой Евразии, первому президенту Казахстана, лидеру нации, многоуважаемому Нурсултану Назарбаеву, за его очень важную, объективную сегодня выступление, его предложения и инициативы заслуживает самого большого внимания. Давайте пожелаем ему долгих лет жизни, а Казахстану миру, мира и процветания. Субтитры создавал DimaTorzok